Началось все в далеком 1963 году, когда Лилия Кантемирова получила комсомольскую путевку в милицию. Первая должность в качестве сотрудника внутренних дел оперуполномоченной по делам несовершеннолетних у главного розыска Четнинской области. В Сочи Лилия Муратовна с 70-го года продолжала работу с трудными подростками и их семьями. Занималась розыском пропавших без вести, задерживала опасных преступников. Несколько лет Лилия Кантемирова работала в кадровом аппарате УВД. Даже в своем преклонном возрасте она продолжает работать в качестве председателя Совета ветеранов УВД Сочи. Я люблю свое дело. 52 года я в милиции. И сейчас я продолжаю работать с ветеранами. Работу эту я люблю. Мне приятно видеться с ними, оказывать им помощь. У нас много больных, немощных, много семей погибших сотрудников. Всем мы оказываем помощь всяческую. И моральную, и физическую. Принимала поздравления Лилия Кантемирова в актовом зале УВД города Сочи. Поздравить самого опытного сотрудника пришло много коллег майора в отставке. Среди них и молодые полицейские, которые постоянно обращаются к Лилии Муратовне за помощью. Поздравил уменинницу и начальник УВД по городу Сочи Василий Умнов. У нее были выращены и выращены не одно плеяда руководителей, хороших сыщиков, хороших кадровиков. Поздравляю вас на. Большое вам человеческое спасибо. Спасибо вдвойне за то, что вы в 10-м году приняли ветеранское движение. Работайте активно, работайте и поднимайте имидж молодого сотрудника, работайте с молодым поколением. Несмотря на юбилей, Лилия Кантемирова собирается работать и дальше. Молодым коллегам майора в отставке есть с кого брать пример. Да и опытом, накопленным за десятилетие усердной работы, Лилия Муратовна всегда готова с ними поделиться. Игорь Кырпа, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.